Ирина Казакевич, седьмой, Мария Дубровская, Екатерина Степарулина, номер восьмой, девятый, Тамара Дедушева, десятый, Амида Иванова, Мария Власова, одиннадцатый, двенадцатый, Мария Петрова, Живовка Денина, тринадцатый, четырнадцатый, Юлия Сазонов, пятнадцатый, Адрин Сабитов, шестнадцатый, Елизавета Каплина. Ну и сегодня у нас, насколько я знаю, не все выйдут на старты, заявленных изначально в стартовый протокол, понять тоже абсолютно можно, потому что все-таки перехитрить свой организм невозможно, и состояние, которое здесь, вот на этой высоте, на жаре, так же по-разному себя чувствуют девушки, многие просто сегодня отказались. Стартовать, может быть, мы их увидим в следующем году, но опять же, для того, чтобы стартовать, нужно и моста выпадать, может быть, какие-то будут определенные исключения, но с точки зрения, опять же, те, кто не стартует сегодня, не выпадает. Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», что в Олимпийском Сочи продолжает серию прямых трансляций с первого этапа Кубка Содружества. Динара Олимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону и сборной Белоруссии, под пятым номером отправится сегодня на дистанцию спринтерской гонки у девушек. А под первым Анна Старовойтова уже в стартовых воротах. Илья Трифнов, Александр Легков для вас сегодня комментируют соревнования. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Илья. Здравствуйте, друзья. Да, мужскую гонку на 10 километров, которую выиграл Антон Бабиков, мы уже посмотрели, а сейчас... Уже прокомментировали. Уже прокомментировали. Женский спринт на 7,5 километров. Три круга по 2,500. Два гневых рубежа. Лежа стоя. Все стандартно, как и зимой, только выступают спортсменки на лыжероллерах. Медленные модели тренировочные. Но я бы не сказал, это абсолютно еще неизвестно, какие. Медленные они или нет, потому что сейчас немножко тенденция поменялась. Раньше все бегали и тренировались на колесах, так называемых тройках. Это тяжелые, это медленные колеса. Сейчас все больше и тренируются. Вот на двойках они немножко побыстрее. Примерно как, знаете, знаешь, быстрее, чем... Медленнее, чем старта, но быстрее, чем марта. Вот в таком формате. Если кто знает про эти... Семерки здесь. Маркс Екатерина Кочетова на дистанции. Номер 2. Если говорить об участницах сегодняшних соревнований, то многих представительниц национальной команды мы здесь не досчитаемся и не увидим, к сожалению. Кто-то болел ковидом, у кого-то в тренировочный план. Это не входит здесь участие в этих гонках. Но, в частности, если говорить про группу Артема Истомина, то вот Серохвостов пропускал здесь мужские соревнования. Гореева, Довгая, Куклина не выступит, потому что восстанавливаются после коронавируса. Кристина Резцова тоже испытывает некоторые проблемы. Если смотрит трансляцию, сейчас горячий привет ей передаем. Ты знаешь, в любом случае подготовка идет, лето продолжается. Конечно же, бывают разные моменты, при которых спортсменки или спортсмены не выходят на старт. Потому что кто-то может не готовиться к этим соревнованиям, готовиться к зиме. Кто-то, может быть, приболел. Поэтому все, как всегда, каждый год, из года в год происходят такие вот вещи. Полина Большакова по третьему бежала, Инна Кудорожкова по четвертым. И готовимся встречать Динару Олимбекову. Сегодня четыре представительницы сборной Беларуси отправятся на дистанцию. Следом за Олимбековой убежит Ирина Казакевич. И тут мы плавно переходим к группе Михаила Шашилова, в которой также занимается Ана Старовойтова. Начальница сегодняшней дистанции под первым номером. Вот у групп Шашилова как раз проблем гораздо меньше. Если игры из группы Истомина, также Светлана Миронова сегодня не выйдет на дистанцию. И помимо ковида у нее еще ветрянка была. И до последнего с Истоминым надеялись они выступить на этих соревнованиях. Но буквально чуть ли не накануне соревнований приняли решение, что это может отрицательно повлиять на ее дальнейшую подготовку. Но они все-таки проголосовали дружно за то, чтобы гонки здесь пропустить. То у Михаила Шашилова сразу восемь спортсменок здесь отправятся на дистанцию с его тренировочной группы. Потери минимальны. Да, и очень здорово, конечно, что спортсменки и спортсмены из Белоруссии выступают вместе с российскими спортсменами. В любом случае в биатлоне уж точно эта страна сильно себя показывает на международных стартах. Поэтому есть с кем сравниться и посмотреть, кто как проводит летнюю подготовку. Потому что после этого делаются определенные выводы дальнейшей подготовки. И это уж точно. Лето показывает то, на что готов. И скоро у лыжников будет чемпионат России в Тюмени. Так что всех приглашаем. Если там кто-то будет, приходите. Будем надеяться, что и мы сможем подъехать вместе и прокомментировать. Ну, несмотря на то, что круг здесь короче, чем у мужчин, два с половиной километра, все равно раз, два, три, четыре, аж пять отсечек контрольных есть у нас между стартом и огневым рубежом. Также между первым и вторым огневым рубежом и дофинишного круга. Можно очень подробно следить за динамикой отставания и так далее. Ну, я себе открыл отсечку полтора километра. Ждем. Да, ждем, когда туда прибудут спортсменки. Ну, вот из первой стартовой группы Олимбекова, Казакевич, наверное, готовы устанавливать ориентир для тех, кто стартует позднее. Да, и круг короче. Илья Трифонов уже сказал об этом. И самое главное, что как раз сократили-то на ту часть дистанции, где более-менее пологая часть. И там можно и тренироваться, и проводить вторые тренировки. Поэтому, вроде, с одной стороны, круг короче, но у девушек трасса посложнее, вот если так, просто визуально посмотреть на все это. Сейчас, Саша, так сказал, вторые тренировки. Вторые восстановительные. Ну, вторые восстановительные, да. Потому что, еще раз, мы уже говорили, когда ребята стартовали, говорили про эту трассу, она очень тяжелая. Интересный круг, но в любом случае там нужно уметь кататься на роллерах. И вот те даже любители, которые приезжают там тренироваться или кататься, конечно, нужно очень внимательно подходить к этому. Потому что были и падения там, и там. Ну, вот, на самом деле, девушки сейчас выступают, бегут свою гонку. И здесь, конечно, наверное, лучше, чтобы не сидел не я, а Светлана Слепцова, которая скоро, надеюсь, ей присоединиться. Ой, ты все секреты раскрыл. Я надеюсь, я сказал, я надеюсь, что она присоединиться. Поэтому, да, действительно, ожидаем олимпийскую чемпионку. Выходные здесь, в субботу, воскресенье, в Останкинской студии. Но она больше и ярче расскажет про девушек, которые выступают сейчас. И я думаю, что она многих знает. Давай, смотрите, тысячи километров 200. Ирина Казакевич выигрывает 2,5 секунды у Динары Олимбековой. Да, опять же, говорим, что 2-3 секунды никакой роли сейчас не играют. Это после рубежей будет более понятно. И даже у Лыжников 2-3 секунды на разгоне это ни о чем не говорит. Потому что впереди еще целая дистанция. Ну, хотя здесь не такая уж она и длинная. Еще одна спортсменка из группы Шашилова, Тамара Дербушева, бежала по девятым номерам. Так не прокомментировали мы ее старт. Не получился у нее олимпийский сезон. Тяжеловато начала она его тоже, перенеся ковид на первом этапе кубка IBU. Что в Лилихамере проходил, и мы там неподалеку были. Были с тобой, да, на чемпионате? О, на кубке Мира. Да, но он был в Шушене, там, в рядышком. Или в Шушене, как по-разному все по-разному называют. По-норвежски. По-норвежски, да. Брали интервью у нее через закрытое окно. Да, хорошее было время. Выезжали мы, комментировали кубки Мира. Но я думаю, что еще все впереди, и все это вернется. А так будет болеть здесь, в России, наслаждаться лыжными донками биатлона. Но я надеюсь, что у нас будут интересные старты. И если разговор о национальной команде продолжать, 13-й номер Любовь Калинина на старте, то из группы Артема Истомина выступят только три спортсменки сегодня. 16-й номер из Эта Каплина, 18-й Екатерина Носкова и 20-й Наталья Гербулова. А из группы Шашилова ваши 8. Старовойтова, Казакевич, Дербушева, Кудисова, Шевченко, Плюснина, Гаврилова и Батманова. Обращаем внимание на технику. Динар идет в подъем. Белорусская спортсменка. И вот вы можете обратить внимание, как работает... Что Ирина Казакевич приближается. Да, и вот у них, если по технике сравнить, они идут примерно... Хорошая у них техника. И видно, что абсолютно не играет и не корпус. Все четко. А вот между этими спортсменками идет девушка, которая немножко похуже идет по техническом плане. Поэтому здесь можем и про это рассказать. То, что у кого какая техника, кто как идет. И самое главное, обратить внимание, кто работает в техническом плане на тренировках, а кто в меньшей степени уделяет этому внимание. Кто делает стабилизацию, кто не делает. Да, мы здесь видим, что уже двух спортсменок по дистанции обошла, опередила Динара Олимбекова. Из тех, кто стартовал ранее, у него тынуху дорожку по четвертым номерам уже накатывает Ирина Казакевич под шестым. Посмотрим за динамикой отставания Олимбекова и от Казакевич. Хорошо работает корпус. Уже 10 секунд, посмотри. Да, уже 10 секунд. Остатка продолжается. 16 номер Елизавета Капана из группы Истоли. На самом деле в биатлоне ты говорил, что очень много групп сейчас, да? Так вот прям... Четыре получается, не считая юниорок. А сегодня и юниорки бегут. Это создает конкуренцию на самом деле в команде. И когда групп не так мало, они между собой, во-первых, конкурируют. Хотят друг друга обыграть. Ну и потом это приносит свои плоды на международных стартах. Потому что конкуренция высокая, все хотят выступать. Стартовых позиций не так много у спортсменок на этапах Кубка мира. Поэтому это, в свою очередь, очень хороший стимул. Показывать высокий результат и выезжать уже на международные старты. Полина Большакова по третьим номерам приходит на первый в него рубеж. Но я думаю, что переходы из группы в группу мы комментировать не будем. Не будем, конечно. Мы не уполномочены делать какие-то заявления. Спортсмен, как известно, выбирает там, где ему лучше, там, где ему комфортнее. Это они между тренером и с собой разберутся. Договорятся, да. Действительно. Итак, номер 18 Екатерина Носкова. Спецэффектом в углу. Третий номер Полина Большакова стреляет. Походу появился у нас спецэффект. Нужно обязательно сказать, что режиссер сегодняшней трансляции Ильдар Абхалилов, шеф-редактор Матвей Вознесенский, наша крепкая и дружная бригада. Не один старт вместе отработали. Лыжный, биатлонный и другие виды спорта. Три промах, к сожалению, Большакова допускает. И здесь уже и Олимбекова, и Казакевич стреляют. Опять повторюсь, что конкуренция очень высокая между двумя этими странами России и Беларуси. Поэтому будет интересно понаблюдать, в какой форме сейчас. Динара один промах допускает. Смотрим за работой Казакевич. Пока точно. Молодец, все закрывает. Говорю, и очень смешно внутри себя, потому что пока точно. Дебют, а не думал я, да, что когда-то. У меня получится это сделать. Вот Илья пригласил, спасибо вам огромное. Собственно, надо еще начинать. Вот начинаем с летнего биатлона. И сейчас любопытно. Так, старт Натали Гербаловой. Вы видите, вот у него рукав такой специальный. Потому что ребята бежали в футболках с рукавами. И вот этот ремень на левом предплечье, на рукавчик. У ребят тоже был. Девочки в основном в майках. Но если ты бежишь в майке, то чтобы не на голую руку его надевать, но он что-то подложить. Да, совершенно верно. Лигера былой. Такой стильный аксессуар. Но они сами выбирают уже. Кому как удобнее. Да, ну здесь мы видим, что Мария Дубровская предпочитает футболки. Кстати, Казакевич выигрывает у Олимбековой 35 секунд. А значит, что она убежала на свой второй круг на 5 секунд раньше, чем Олимбекова. Вышла с штрафного круга. И сейчас Динара может потянуться за Ирой. Как раз эти 5 секунд на подъеме где-то сократить. И второй круг подержаться. Поработать в паре намного проще. Тем более на роллерах. И здесь уже такой эффект велосипедный. Кто идет позади, тому немножко попроще. И Тамара Дербушева на рубеже. Кстати, она быстрее, чем Олимбекова. Прошла первый круг. Быстрее аж на 7 секунд. И на 2,5 медленнее, чем Казакевич. Одна ошибка так чуть подзадержалась. И думаю, что на выходе с рубежа совсем чуть-чуть должна у Олимбекова выигрывать. Преимущество в 7 секунд. За счет скорострельности может быть чуть медленнее, чем Динара, если стреляла. Растерять не должна. Поэтому второе время по итогам первой стрельбы должна показывать точно. Знакомые все лица. На старте девушки, которая ходит как-то, наверное, видел и наблюдал в лыжных гонках. Ну, так бывает, что лыжники переходят в биатлон. Биатлонисты не переходят в лыжники. Но, тем не менее, вид спорта похожий. Здесь, конечно, много раз от печала. Еще раз повторю, что биатлон тяжелый вид спорта. Здесь не только нужно бегать, но еще и дубить головой, и стрелять. Мы всегда спорим на эту тему с Антоном Шипулиным, потому что, он говорит, что вы лыжники, вы бегаете от начала до конца, и все, и больше о чем думать надо. А у нас нужно грамотно проходить всю дистанцию, стрелять. Вот, собственно, спорим всегда на это все. Так, ну вот смотри, здесь парная работа получается. Это самый сложный подъем вот здесь на этой трассе, и, собственно, это олимпийский подъем. Уже, собственно говоря, и зимой, да. Ирина Казакевич, за ней держится Наталья Гербалова, Динара Олимбекова, о чем я говорил. Быстро сократить этот пятисекундный зазорчик не смогла, но пытается, пытается. Да, и хотелось бы сказать еще про этот подъем, что как раз он и зимой, и даже на Олимпийских играх в Сочи, он именно этим же и был у биатлонистов, таким же был у биатлонистов. А лыжники, вот если вы обратили внимание, может, если вам покажут, немножко левее уходили. Это самый длинный затяжный подъем, порядка километра. Да, такой тяжелый подъем лыжникам не по зубам. Да ладно. Итак, отсечка 3,700, 5-секундное, 35-секундное отставание Олимбековой от Казакевича сохраняется, а значит, непосредственно на дистанции их 5 секунд разделяют. Да, Илья у нас сидит на отсечках, поэтому он вам все четко, грамотно расскажет, но я буду дополнять. Так, у нас разбросаны по протоколу представительницы национальной команды, но вот такой группа плотная Артема Истомина, Каплина, Носкова, Гербулова, 16-й, 18-й, 20-й номера. Да, готовимся посмотреть, какой результат они покажут и на первых отсечках, и на рубеже. Ну, про Гербулу уже, можно сказать, наверное, пока еще не появилось на отсечке километр 500. И вот, да, температура непростая. Подожди, на километр 100 четвертое время у Гербулова было в 4-х секундах от Казакевича. Ну, это не так. И сейчас она в месяц Ирина идет. Могут поработать в паре, друг друга подтянуть, будем следить, смотреть. Среда продолжается. Несмотря на то, что готовят в разных сценах группу, ну, вот та самая здоровая конкуренция. Юли Сазонова на рубеже. Один промах. Юли. Я хотел сказать, что погода там, конечно, не самая простая. Плюс 38 градусов. Хотя графика нам показывает плюс 27, но это в тени. Да, но я не думаю, что разница большая между мужчинами и женщинами сейчас. Потому что я думаю, что когда мужчины уже бежали, погода была примерно такая же. По 29-м номеру Анастасию Зырянову показали. А 30-й на дистанцию идет Анастасия Шевченко. Еще одна воспитанница Михаила Шашилова, которую мы видели и на Кубках мира. И неоднократно она и побеждала, подала в призерный этап Кубка IBU. Вот Ирину Кузакевичу нам показывает. Осечка 4,3 километра. Вперед выходит, видишь? Я говорю, что они могут поработать в паре сейчас. Абсолютно точно друг друга подтянуть и показать лучший результат. А роллеры это вот эффект велосипеда нам показали. Как Шевченко и, кстати, отрадная картина, что Динара Олимпекова не справляется, наверное, с темпом Кузакевич. Но, по крайней мере, сократить это отставание 5-секундное ей не удается. Елизавета Каплина отработала. Не просто девушкам идти по дистанции, видим, какая скорость у них в подъеме кому-то тяжеловато. После первой стрельбы, то, о чем я и говорил, Дербушева сохраняет преимущество над Олимпековой. Правда, от 7 секунд остается только 3. Но показывает второй результат. Олимпекова третья. И если, ну, наверное, когда бежали ребята, все равно было уже очень жарко. Но, наверное, не так жарко, как сейчас. Да нет, я думаю, что... Стартовать в 11, 11-12, но все равно вот так вот час-два, то еще, наверное, жарче и душнее. Ну, в какой степени, да, ты прав. В любом случае, там жарко. Поэтому вот девушкам непросто в такую жару выступать. Ну, гонка быстрая, в любом случае... Всего 43 спортсменки сегодня будут на дистанции. Да, кстати, мы об этом не сказали. И не самые простые условия для стрельбы. То, о чем я говорил во время первой трансляции, то, что летом есть определенные сложности. И посмотрим, как с ними будет справляться Ирина Казакевич на стойке. Следим. Два промаха у Ирины. Молодец. Последний закрывает. Долго стояла. Два промаха у Ирины. Два промаха у Ирины. Ну, вообще, если говорить, допустим, про рубеж лежа, то из 17 спортсменов, которые его преодолели... Ну, сейчас уже, с учетом до того, что Гербова прошла уже больше, только две отстрелялись чисто. Это Казакевич и Иванова. Амина Иванова из венеорской команды. То стрелять мы видим непросто. И даже два промаха на стойке, и это не такой уж и приговор. И Виктория Сливко. Одна из самых опытных спортсменов. Опытных на сегодняшний день. Возрастных, наверное, именно по протоколу. Ну, хотя, знаешь, как возрастные... Нет, ну, понятно, что не будем... Здесь они на самом деле все прекрасны. Прекрасны не то, что выглядят. У них все еще впереди. Вся молодость в том числе. Но, тем не менее, время же идет. И уже здесь бегают участницы и 2003 года. Поэтому мы можем об этом говорить. Ну, давайте говорить, что самое опытное. Все правильно сказано. Да, проанализировать положение вещей на первом и втором огневом рубежах мы сможем во время рекламы. И сразу выйдя с нее, мы вам подробно расскажем. Безусловно, будет интересно посмотреть, как огневом рубеже Козакевич, два промаха на стойке. Вот сейчас уже первая отсечка, которая будет после второй стрельбы, даст многие ответы 6.1. Через тысячу метров... Играет музыка. КОНЕЦ КОНЕЦ Итак, дорогие друзья, Динара Олимбекова на заключительном отрезке дистанции лидером проходит отсечку за отсечкой. И Ирина Казакевич, которая после огневого рубежа, стоя, допустив там два промаха, уступала Динаре, у которой в сумме два промаха на двух рубежах в 4,7 секунды. На отсечке 6-100, то есть через километр 100 после ухода с рубежа, отставание 4,9. То есть динамика отрицательная для Казакевича. Уже здесь 5 секунд ровно и не отыгрывает Ирина, к сожалению, свое отставание от белорусской спортсменки. Пока такое же отставание, но в любом случае еще есть трасса и немножко можно ее пройти до финиша и здесь побороться и отыграть, потому что 5 секунд отыгрываются спокойно. Самое главное, что, конечно, она короткая дистанция, но тем не менее попробовать можно, потому что они уже отстреляли и идут на финиш. И здесь можно выдавать на максимум все, что ты можешь. Подробности с места событий. Александр Пак сообщает, что сегодня не так жарко, как накануне. Ветерок какая-то облачный. Счера было плюс 47, сегодня больше плюс 40 на табло не было. Ну, разница небольшая. На солнышке установлено. Я думаю, что после 40 уже неважно, 40 или 47. И информация от этого же супернадежного источника, что среднее время прохождения штрафного круга 25 секунд. Это много или мало? Составляет. Для девушек это, я думаю, что среднестатистический показатель. Здесь на лыжах он от скольжения зависит, от глубины снежного покрова, от его жесткости и так далее. Асфальт везде плюс-минус одинаковый. Меняется только его степень износа и рельефность. Да, и нагреваемость. И нагреваемость. Анастасия Шевченко на своем первом огневом рубеже. Ты знаешь, я заметил тоже, ну, в любом случае, много тренировался и до сих пор катаюсь. Вот вчера очень было жарко. Я в парке Воденцова катался на роллерах, проехал 30 километров. На самом деле, в жаркую погоду роллеры быстрее едут. И это точно я смотрю по секундам, когда проезжаешь круг. Но здесь, конечно, соревнования. И самое главное, когда он, наверное, очень горячий, он уже растапливается, как масло. И, наверное, по такому асфальту не так просто бежать в соревнованиях. Несмотря на то, что чуть мягче резина, наверное, на жаре должна остановиться. И чуть-чуть поплавнее ехать. Ну, понятно все это. Так, давайте посмотрим на положение вещей после первой стрельбы. Там лидерство продолжает удерживать Казакевич, где, наверное, Олимбекова. 700 метров до финиша отсечка. Второй и третий. Да, Кудисова и Шевченко. Второе и третье места. Это три спортсмена, которые без промаха отстрелялись. И Кудисова и Шевченко проигрывают Казакевич 16 и 17 секунд. И они впереди, Дербушева и Олимбекова. У них впереди еще стойка. Вот Елизавета Каплин тоже неплохо идет. Нужно еще отстреляться. Да, промах. Да, Александр, учиться и учиться вам комментирует биатлон. В общем-то, как и мне, опять под руку сказали. Извини. Будете извиняться перед спортсменкой. Когда спортсмен или спортсменка стреляет, нужно молчать или нужно говорить? Но экспериментальным путем Дмитрий Губерниев за долгие годы своей практики выяснил, что на всех других каналах, несмотря на то, что делают комментаторы, спортсмены промахиваются абсолютно так же. Диме, горячий привет передаем. Да, передаем привет большой Дмитрию в Карелию. Он говорит, он сказал мне, комментируйте ярче, лучше. Собственно, что мы и стараемся делать. Жестче не сказал? Нет, жестче не сказал. На самом деле, здесь, как и в лыжных гонках, очень сложно комментировать мужчин и женщин. Тем более, с учетом того, что биатлонистов я хоть немножко знаю, здесь немножко посложнее приходится. Ладно, давай, для яркости, для жесткости. И вот он финиш. 700 метров до финиша. Ирина Казакевич сократила отставание Динары Олимбековой до трех секунд. Было пять, я напомню, ровно две секундочки отыграла. Как пройдет финиш белорусской и российской спортсменки. Итак, Динара Олимбековой пересекает финиш. Слетают, слетают очки. Самое главное, чтобы не помешали другим соперницам на финише. Наверное, здесь вот видно, что убирают уже. Но вот я, по что тебе и говорил, пять секунд не так много. Самое главное, посмотреть, как отработала спусковую часть спортсменка. И здесь вопрос в том, что действительно она длинная, спусковая часть. Вот смотрим. Покажите графику. 10 секунд запаса. 7, 6, 5, 4. Есть возможность, я думаю, что... Хватит ли времени? 3, 2, 1. Где финишная черта? Нет, не хватает. Совсем немного не хватает. Но отыграла. Отыграла, да. Да, сокращает отставание. Ровно в половину примерно. В субботу гонка преследования. Но там, правда, большая роль гонки преследования не играет. У тебя 3 секунды или 5. Практически до первой стрельбы все ровно идут. Виктория Сливко. Два промаха. Которая готовится со своей региональной тюменской командой по планам Андрея Падина. Высокой скорости здесь не демонстрирует. Еще, к сожалению, и промахивается. А вот Наталья Гербулова. Неплохо идет. Минует штрафной круг. Поворачивает направо. И проходит с оставанием 16 секунд. Но круг достаточно... Не достаточно. Тяжелый. Очень тяжелый. Но длинная спусковая часть. И там можно поработать. И самое главное, как говорят тренеры, она не садится как мешок на спуск, а работать ножками. И, соответственно, скорость будет быстрее. И можно на финише отыграть очень много секунд. Если говорить о том, как проходит Тамара Дербышева, вы видите, после стойки она 12 секунд проигрывала. Через километр уже 15. Через километр 217 секунд. А за 700 метров до финиша 31 секунду. То есть, посмотри, у Тамары Дербышевой скорость упала очень сильно. Относительно Олимбековой аж на 18 секунд. Видимо, большая усталость. И вот здесь в обратную сторону все пошло. И проигрывал в том числе. У нас там подъем. Мы про него говорили, что у девушек очень крутой, сильный, тяжелый подъем. После него понятно, что еще и выход. И там длинная такая часть. Я вспоминаю этот круг, потому что тренировался там, я знаю этот круг. Что после крутой части идет еще длинное такое выполаживание. И после этого только начинается спусковая часть. Но где нужно работать? И по идее круг настолько тяжелый, что нужно везде работать и просто негде сидеть. Не очки, это ремень слетел у Динары Олимбековой. Ремень, да. Она снимала его, чтобы было чуть комфортнее передвигаться по дистанции. Итак, 31 секунда была. За 700 метров до финиша. Стало 29. Ну вот это вот заключительную часть Ирина Казакевич, Тамара Дербышева чуть быстрее, чем Динара Олимбекова преодолели. Но в финишном протоколе белорусская спортсменка выше располагается. Может быть рекордсменка в последних сезонах Кубка мира по количеству четвертых мест. Но это тебе больше. Но тем не менее олимпийская чемпионка. Известно, чем мне. Еще Пхенчхана. Не просто, конечно, дает дистанция. Они плюс 40 градусов на улице. Но понятно, что это на солнце в тени чуть проще. Девушки прячутся в тени. Но тем не менее, в любом случае, бежать надо. Но вот тынка. Мы видим, что яркого солнца сейчас нет. Хотя, я думаю, что высота еще. Высота 1500 метров на уровне моря. И вот эта южная высота намного сложнее переносится, нежели где-нибудь такая же высота в Альпах. Так, ну разрывы у нас достаточно приличные. Видим, что Полина Шевнина, допустившая промах на лёжке. Еще один неточный выстрел на стойке добавляет. Тройбурь большой. И здесь уже больше минуты, конечно, невозможно больше отыграть. Можно немножко улучшить свою позицию в финишном протоколе. Но здесь, конечно, борьба за тройку не получится. Так, ну вмешивается Алина Кудисова. Вроде бы как распределение, возможно, призовых мест. По 25 номерам выступает она сегодня. И, подходя к стойке, да, она показывает второе время с 26-ти секундом отставания. Посмотрим, как отстреляет стойку. Но в любом случае, есть шанс навязать борьбу за тройку сильнейшую. Большой проигрыш. Практически 5 минут. Дождем появление Алина Кудисова. Потому как пока навязать сопротивление Алимбековой, Казакевич-Дербушевой. Мало кому удается. Так, после второго стрелка финиширует нам ее, показывает. Как раз мы ее отмечали на первом подъеме, после старта. Ну, молодая спортсменка. Все еще впереди. Так, слежу за Гербуловой. Давай, смотри, следи. После стойки проигрывала 16 секунд. Через километр 23. Анастасия Шевченко. А потом 27. Идет очень даже неплохо. Давай подождем, как она стреляется. А Кудисова аж 4 промаха допустила. Я все жду, жду по ее появлению где-то наверху. Она 4 раза ошиблась. Подожди. Отлично закрывает Анастасия Шевченко. Я думаю, что это новый лидер. Потому что 30 секунд. И есть возможность побороться за лидерство. И я думаю, что, судя по движениям, должно так и получиться. Ну, конечно, мы это все посмотрим на финише. Но в любом случае очень здорово, когда кто-то навязывает борьбу. Намного интереснее смотреть. И вот здесь нужно, конечно, преодолеть последнюю часть дистанции на максимум. И это и есть возможность. Потому что стрелять уже не нужно. Нужно мчаться до финиша на максимальных скоростях. Что может показать спортсменка. Гораздо, гораздо. Шевченко проигрывала 29 секунд на подходе. На уходе с рубежа выигрывает 19. И сейчас нужно эту скорость удержать. Всего 2,5 километра. Да. Но здесь важно грамотно разложиться. И правильно. Потому что мы видели, как Казакевич. Простите, Дербушева. Которая проигрывала 12 секунд. Буквально Олимбековой. Уступила на финише гораздо больше. И сейчас нужно, чтобы и подсказали правильно где-то. И не бросаться сразу в бой. Потому что отыгрывать сильно ничего не нужно. Главное удержать то, что есть. Да, совершенно верно. Показали на повтор, как парит от спортсменок. Очень жарко на улице. Но в любом случае есть шанс поворотиться за первое место. Если вы обратили внимание, когда оно уходило с рубежа. Видно было, что на лыжных ботинках по бокам заклеено пластырем. Может быть кому-то интересно об этом узнать. Я думаю, что это просто следят за своим инвентарем спортсмены. Как правило, эти места на асфальте затираются. Или можно просто упасть. Или подскользнуться именно на роллерах немного. И поцарапать ботинки. Соответственно, для того, чтобы это в меньшей степени происходило, спортсменки закрывают эти части пластырем или каким-то другим материалом. Чтобы сохранить в хорошем состоянии свой инвентарь. Берегут инвентарь. Мы ждем на втором огневом рубеже Анастасию Батманову под 42 номером. Это Ксения Шнейдер по 31. Мы видим, что проигрывает она достаточно много. И их у промахов еще добавляет. А вот Батманова после лёжки, чисто отстреляв, ушла второй вслед за Казакевич. Выигрывая, кстати, 4 секунды у Шевченко. А Шевченко-то сейчас лидер. Лидер, да. 14 секунд есть преимущество. Я думаю, что сможет дотерпеть до финиша. Самое главное, не так много километров до финиша. Нужно очень грамотно было пройти этот подъем затяжной. Ну а дальше спусковая часть. Конечно, там абсолютно точно нужно работать до финиша на максимум. Борется Наталья Гербулова, борется со временем, с секундомером, с Тамарой Дербышевой. Но, зная, что бегут и Шевченко, и еще спортсменки, которые в случае чистой стрельбы могут высоко подняться, мы понимаем, что это не борьба за медали. Здесь она уступает, проиграет и Носковой, судя по всему. И расположится вслед за Носковой и выше Капленой в протоколе. Прогруж большой. Ну, в любом случае, наверное, в финишном протоколе она будет высоко. Ну, проиграла, но проиграла 45 секунд. Итак, время Шевченко. Чуть-чуть падает. Скорость нашей двумратной чемпионки мира среди Нью-Йорок, призера чемпионата России, бронзового призера чемпионата Европы взрослого. Но преимущество сохраняется достаточно большое. Через километр 200 после стрельбы стоя Анастасия Шевченко выигрывает Олимбековый 16 секунд. На уходе со стрельбы было 19. То есть проиграла всего 3 секундочки. Ну, судя по тому, что это уже очень близко к финишу, я думаю, что должно хватить. Тем более, у нас будет новый лидер. Чуть более спусковая часть. Да, она назад совершенно удавалась не хуже, чем соперница из Белоруссии. Дарья Кудаева на стойке. И Виктория Сливко. Последим, последим. Отсечку 6.200 преодолела Шевченко. Ждем ее на 6.800. Это за 700 метров до финиша. Виктория Сливко допускает один промах на стойке. Проигрыш тоже уже относительно большой. Здесь за тройку не побороться. Но можно отработать до финиша, постараться улучшить свои результаты в финишном протоколе. Давайте посмотрим. И вот еще один возможный неожиданный лидер может получиться. Полина Плеснина еще из группы Шашилова. И время, кстати, у нее еще есть для того, чтобы стрелить. Помолчи. Эх, Полина, последним выстрелом. По нолям с Шевченко заходила она на второй огневой рубеж. Очень здорово прошла она второй круг между Лешкой и стойкой. Прям ровно вровень с лидерами. И сейчас в случае чистой стрельбы уходила бы тоже по нолям. Шевченко даже выигрывала бы у нее, посмотрите, запаса. Порядка 6 секунд. Да, то есть она отстреляла это быстро. Но последний выстрел не получился. Посмотрим, что будет на выходе с рубежа. Но время пока хорошее. Понятно, что будет проигрывать. Но судя по тому, как она проходила все отсечки, можно побороться даже, я думаю, что за призы. Ну смотри, она сейчас пойдет примерно ровно с Олимпиековой и Казакевич. Правда, у Олимпиековой и Казакевич на круг штрафа больше. Но у нее есть ориентир. И тренеры должны подгонять по дистанции. Вот, посмотри, обрати внимание, уходит она третий. 20 секунд проигрыш. Так, Анастасия Батманова. Она чуть сбавила на втором круге. Здесь на входе на огневой рубеж. Она, ну по Шевченко, если сказать, то... Но тоже борьба, посмотри. 13 секунд, ну смотри, 13 секунд, да, она уступила. Смотрим. Ах, и тоже Анастасия последним промахивается. Мы с Александром стараемся молчать со всей силы. Биатлонные-то гонки, оказывается. Очень интересно наблюдать и комментировать. Но здесь борьба прям. Здесь интересно смотреть, когда есть борьба. Две последних стрельбы, которые мы посмотрели, это были стрельбы практически по медалям. Да. Ну, то есть в случае чистого прохождения рубежа шансы на призы были максимально высокими. Ну, нам еще Анастасию показывают. Смотрим, как она пройдет, этот штрафной круг. И посмотрим, какой она уйдет уже на заключительную часть дистанции. Но она уйдет вслед за Казакевич и Олимбековой. Да, 31 секунду. Выигрывают Амары Дербушевы. Но посмотрим, как у этих спортсменок... Ну, надо поработать. ...с прохождением заключительной части дистанции. Ну, сутья по движениям, еще раз повторю, вроде бы все неплохо. Будем здесь встречать их на финише. Можно переходить на слежение за динамикой. Итак, 6800. Шевченко у Олимбековой выигрывала там всего лишь 3,5 секундочки. Представляете, за 500 метров от отсечки 6200. До 6800 Шевченко проиграла 13 секунд. На финише... Проигрывает. ...пять десяток секунды. Вот представляешь, на самом деле, для меня это непонятно. 13-16 секунд остается там впусковая часть. Километр 300. Представляешь, ну, это очень большой проигрыш, на самом деле, именно по ходу. Ну, вот видно, что устал. Молодец, конечно же, огромный молодец. Второе место. Но в любом случае нужно было дотерпеть и тренером подгонять. Потому что здесь все же, еще раз объясню, давай вспомним. Подъем, крутой подъем, потом очень длинная такая часть, тяжелая, да, тоже. Она там, конечно, не крутая уже, но тем не менее. И спусковая. Здесь, конечно, нужно разложить было силы. Ну, давай, уйдем на рекламу и скоро вернемся. Более подробно вам все расскажем. Да, оставайтесь с нами. После второй прибыльной образовательной фото, видишь ли, Алина Винчук. Итак, кто еще у нас из претендентов на топ-6 сегодня? После второй прибыль Плюснина с одним романом. Третий результат. 27, оставаясь Олимпековой, минимальная. Менее секунды 9 десятых, если вы точны. Казакевич была 4-я, Батманова 5-я, Левушева 6-я. Ну и по сути нам Плюснина и Батманова. 40-й, 42-й, 40-й номера. Как они пройдут последний круг, а зато будет зависеть судьба первой и шестерки, а может быть и тройки. Отечество 6-я один, Шевченко, Алимпеков, Плюснина, Казакевич, Депашвад. Плюснина. Давай, давай, Кирилл. Настя, давай, Кирилл. До четвертого 4 секунды на поле. Давай, давай, давай. Вы себе руки вытаскивай. Не волни плечи. Кошки подводи. Хоп, 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 хоп. Давай, Настя, давай, давай. Давай, работай. Это Виктория Сливко на ваших экранах, преодолевающая отсечку 6 километров 800 метров, то есть за 700 метров до финиша. Но она на значительном отдалении от борьбы за награды. Вот Полина Плюснина, Анастасия Батманова эту борьбу ведут пока с разной степенью успешности, но, к сожалению, так перемещаются они после стрельбы уже на отсечках на четвертую, пятую позиции, то есть за пределами виртуальной призовой тройки, которая пока остается в неизменном виде. Олимпекова, Шевченко, Казакевич. Ну, правда, на отсечках-то можно было говорить Шевченко, Олимпекова, Казакевич, но к финише, к сожалению, наша Настя не смогла удержать своего преимущества над спортсменкой из Беларуси. Да, Виктория полсекундочки на финише. Виктория много проигрывает, уже больше двух минут, ну, а здесь еще раз, конечно, вернуться вот к этим событиям. Реально, отсечка 6,8, она еще выигрывает 3,5 секунды и на финише в итоге не смогла дотерпеть. И проигрыш такой относительно маленький, но, в общем, если говорить о том, что как она ушла с рубежа до финиша, конечно, ну, сильно растерял свои секунды. Здесь можно было потерпеть, потому что запас был очень приличный. Ну, слушай, у нее самые значительные потери. Она здесь понесла от отсечки 6,200 до 6,800. 13 секунд за 500 метров, и это как раз та самая равнина после выхода из подъема. Ну, такая не равнина, а легкие, пологие участки. Перекаты-перекаты такие. Если мы говорим без сложного крутого подъема, но на самом деле там основная работа. Как ты думаешь, где основной проигрыш и выигрыш у спортсмена? На выходах. И спусковая часть. Да, спусковая часть. Да, абсолютно верно. Потому что в подъем они идут примерно все одинаково. Крутой подъем. Ну, вот кто может работать после подъема, на выходе из подъема, да, поддержать эту скорость. Как говорит всегда Юрий Ильич Бородавка. Надо выйти из подъема и поддержать эту скорость. И уход на спуск тоже очень важен. Так, и сейчас мне подсказывают, что Ирина Казакевич, которая занимает третью позицию на финише с оставанием 2,3 секунды от Олимбековой. С двумя промахами обе спортсменки сегодня преодолели дистанцию. Уже в гостях у нашего корреспондента Дениса Левко. Денис, пожалуйста. Илья, Саша, спасибо. Продолжаем работать дальше. Ирина Казакевич. Я предлагаю посмотреть на пресс Ирины Казакевич, если нам позволяет кадр. Потому что не часто мы видим спортсменов зимних видов спорта вот в таком классном состоянии. Но вы сейчас выдали суперскую гонку в плане противостояния. Совсем немного не хватило. Расскажите, как для вас складывался последний круг? Последний круг был очень тяжелым. Мне кажется, просто с первых метров пересыхало сегодня в горле. И несмотря на то, что нас поили и обливали на трассе, было очень тяжело. Именно за погодных условий. И последний круг прям тяжко дался. Особенно выход с подъема. Плюс здесь как раз воротка на круг и на финиш. Мне немного помешали. То есть, если бы я начала обгонять, сдала бы гонеху и произошло бы столкновение, пришлось пропустить девчонку. И, возможно, из-за этого на повороте я потеряла несколько секунд. И очень досадно, что получилась такая тактическая ошибка. Наверное, вот это больше меня расстраивает. Ну и плюс, очень сложно было стрелять стоя. Последний выстрел стояло порядка, наверное, 7-8 секунд. Уже понимала, что нельзя промахиваться. Потому что и так уже было допущено две ошибки. Ир, ну и вкратце знаем, что вы тренировались с лыжниками. Как это вам сейчас помогло в подготовке к этим соревнованиям? На самом деле сейчас сложно что-то оценивать. Это, наверное, больше проявляется где-то в тренировочном плане. В любом случае, я была очень рада потренироваться в группе Юрия Викторовича Бородавка. Потому что тренироваться с такими спортсменами, лучшими спортсменами мира, в любом случае, дают пользу. Очень многому у них получилось. Хотелось бы, возможно, в будущем еще участвовать с ними вместе на сборах. Поэтому я думаю, что очень много призов мне принесла подготовка к службе команды. Спасибо огромное. Ну, я от себя скажу, да, снимали мы, кстати, лыжные сборы этим летом. Там у Бородавка все жестко. Ну, я думаю, коллеги, вы лучше меня об этом можете рассказать. Слово вам обратно. Ир, спасибо. Спасибо большое. Прекрасное интервью. Ну, нельзя так говорить, что все очень жестко. Просто сильные, объемные тренировки. А так здорово, что вот биатлонистки также принимают участие в этих тренировочном процессе. Ну, наверное, лучшее все проявляется как раз не в тренировках, а в соревнованиях. И будем надеяться, что и биатлонисткам это даст большой плюс те, которые тренируются с лыжниками. Да, вот во время интервью Кузакевич финишировали Плюсина и Батманова. Они заняли четвертую и пятую позиции. В борьбе, в борьбе, в хорошей борьбе между собой конкуренция. Все же интересная сегодня гонка. Но на значительном удалении от призовой тройки, потому что первые три спортсменки расположились... В трех секундах. Да, в трех секундах, в двух с половиной даже. Олимбекова, Шевченко и Кузакевич. Помним, как у Анастасии Шевченко не просто зимний сезон сказывался. Долго так она выкатывалась на этапах Кубка ЭБЮ. Там выигрывала, попадала в призеры. Приехала на этап Кубка Мира. Травмировала ногу. Так отмечают, я не знаю уж, можно об этом говорить, что до сих пор есть последствия. Некоторые, может, в полную силу где-то не может она полностью задействовать. Отталкивание где-то там, равновесие, может быть, где-то мешает. Но, конечно, от всей души желаем и здоровья, и чтобы обойтись в дальнейшем без травм и без проблем. Ну, в любом случае, у девушек сегодня яркая борьба была. Как и по дистанции, так и на финише. Ну, тема интереснее, этот вид спорта. И вообще, когда жесткая такая серьезная конкуренция, это, конечно, придает намного зрелищности соревнованиям. И вот сегодня молодцы. Девушки очень хорошо пробежали эту гонку. И нам было приятно болеть, наслаждаться и в такой жесткой конкуренции следить за финишем. Вот Марию Верстунину нам показывает, которая последний, 43-й, отправлялась сегодня на дистанцию. Видим, как не просто дается последний круг. Она еще юниорка 2002 года рождения. И так вот выступает уже с более опытными соперницами. Ну, не просто дается. Да, и вот здесь как раз и начинается та часть, где нужно уже раскатывать, стараться, может, переходить через шаг, набирать скорость. Да. Ну, вот он можно посмотреть. Вот отсечка 6800. И перед ней как раз вот эта вот затяжная такая полузавершение подъема, полуравнина. А у нас как раз Анастасия Шевченко у Дениса Левко. Коллега, пожалуйста. Илья, Саша, спасибо. Анастасия Шевченко. И вопрос от нашего комментатора. Илья Трифонов успел посчитать и посмотреть. За последние практически полтора километра, даже меньше, проиграли 16 секунд. Ну, и главный вопрос, что с вами случилось? Ну, последние полтора километра здесь это подъем. И длинный выкат на спуск. И начала подъем я как могла. А наконец уже просто сил не хватило. Гребла как могла. Поэтому вот так получилось. Это жара? Да, жара дает о себе знать. Так, ну и когда вы финишировали и увидели полсекунды отставания от первого места, ваши цензурные, пожалуйста, для эфира мысли и чувства. Честно, когда я стреляла 2-0, выходила, и посмотрев на табло, я увидела, что я лидирую. Для меня это было полным шоком. И я думала, главное додержать. Ну, немножко не получилось. Немного расстроилась. Ну, для этого и гонка преследования, где можно отыгрывать. Верим в вас, что удастся передохнуть, набраться сил. Ну, и гонка преследования действительно у нас после одного дня перерыва здесь, в Сочи будет. Коллеги, слово обратно вам. Ну, как мы с тобой и предполагали, она что нам рассказала про то, что было на дистанции. Понимаешь, здесь вопрос в том, что... Денис Левко меня сдал. Нет, на самом деле никаких претензий ни к самоотдаче, ни к тому, что выложилась абсолютно Анастасия Шевченко. Конечно, о чем мы говорили, что нужно было удержать, постараться это преимущество. И, может быть, излишне где-то бросилась с самого начала. Да, Настя говорит, что я начинала подъем как могла. А здесь нужно было, наверное, разложить больше силы и постараться поспокойнее начать первую часть этого подъема. А уже на выходе из подъема поработать. И, возможно, вот эти 0.5 превратились бы в другую сторону, в минус 0.5. Ну, здесь уже как есть. Да, а у нас есть интервью победительницы Динара Олимбековой. Правда, Денис Левко записал его еще до финиша главных преследовательниц. Поэтому давайте послушаем. Тем не менее, очень интересно послушаем. Мысли, да, сегодняшние чемпионки. Покажите, как вели по последнему кругу? Знали отставание, Казакевич, какое? Как вели вас? Да, тренеры подсказывали информацию. Спасибо. И я уже выдавала все силы, которые есть. Тело сильно закислилось, но старалась. Не думала о секундах с Ириной, потому что, на самом деле, было очень тяжело. Я даже мне где-то промелькнула мысль, что если она выиграет меня, то это, конечно, очень сильная гонка с ее стороны. Вот. Поэтому мысли сегодня, конечно, были такие тяжелые. Хорошо, что более-менее справилась с стрельбой. Спасибо большое. Динара Алибекова, мы знаем, что после болезни пока набирает форму и приходит в себя. Но сегодня вот так вот в сравнении с другими спортсменами, конечно, очень хороший результат. Коллеги, слово обратно вам. Ой, не пугайте, не пугайте нас, Денис. Спасибо большое за интерьер. Сегодня победительница, да, набирает еще только форму. Но превосходное выступление, действительно, с двумя кругами штрафа. Динара Алибекова первая сегодня. Ирина Кузакевич нам показывает в повторах прохождение дистанции сегодня россиянкой, которая показала третий результат на финише. Да, ну, с Динарами тоже встречались в Белоруссии, бегали вместе кросс, и много рассказывала о тренировке, и про соревнования, и про олимпийские игры. В общем, рассказывала, как на той олимпиаде выступала, как вот, ну, скажем, которая была в 2018 году. Давай, ты что-то хочешь сказать? Да я все хочу добавить, что вот тот импозантный мужчина, колоритный, который бутылочку воды передавал Динаре Алибековой, Вадим Иванович Мелехов, наш патриарх, рейс-директор всех российских международных соревнований, которые на территории нашей страны проходят. А сейчас за Анастасией Шевченко последим, Саша, технику отметь. Ну, здесь немножко, конечно, она нагнулась, и здесь, конечно, нужно держать плечи чуть повыше, а так, в общем, техника хорошая, и самое главное, когда занимают спортсменки первое, второе, третье место, уже точно у них хорошая техника, потому что они заезжают в призы, но вот мы здесь наблюдаем как раз этот подъемный вариант, нужно немножко повыше держать плечи, и, наверное, от этого было бы проще лежать, и самое главное, дышать проще, как всегда говорят наши тренеры, тренеры, не европейцы, которые меня тренировали, нужно поднимать голову вверх, смотреть на дистанцию, тем самым даже кислороду у тебя будет больше поступать, так что здесь нужно внимательно. Ну, а здесь очень хорошая техника у Динары, еще раз повторю, бегал с ней весной в Белоруссии, вместе тренировались и разговаривали про спорт, что будет дальше, как у нее складывалась карьера, много расстроились за вот этой Олимпиады, которая прошла, но, тем не менее, готовится и дальше будет продолжать, так что вот так. Да, и особенно было приятно услышать слова от Анастасии Шевченко о гонке-преследовании, о том, что стартовая позиция создана великолепно сегодня, всего лишь в полусекунде от Динары Олимпековой, впереди в двух секундах перед Ириной Казакевич, которая будет уходить в гонку-преследованию третьей. Вот как раз этот финишный протокол сегодняшнего спринта будет стартовым для гонки-преследования, который пройдет уже в субботу на этом этапе Кубка Содружества на стадионе «Лаура». Спасибо, что были с нами. Илья Трифонов, Александр Легков. Я надеюсь, что мы еще вернемся вместе. Разумеется. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова мечтать бессмысленно.